Штатский, большое спасибо за донат. Невероятное чвяканье гитарой, но при этом в целом оно качается равно. Короче, даже плохую ноту, даже плохой звук можно в контекст уложить. Я не знаю, чуваки, вы не хотите признавать, что это плохая игра на гитаре. Я попробую объяснить. Вы иногда видите же, может быть, видеоролики, где какой-нибудь кот мяукает, женщина орёт, ещё что-то. И какой-нибудь чувак садится и под это барабанами, либо гитарой, либо ещё чем-то делает, типа металл-трек из этого, например, или джаз какой-то. Был барабанщик, который под мультики как-то типа супер там ритмы продумывал. То есть суть в том, что если кто-нибудь один, допустим, хорошо работает, то можно вывести, если кто-то другой, хуёвый. Кто, кстати, может быть, в офисах работает, вы тоже можете шарить, да, когда бывает, двум сотрудникам платят одинаково, а когда в итоге один хз в жопе ковыряется, а другой просто, ну, всё тащит. Ещё и, типа, не ценится одно другим иногда. Вот здесь вот тоже, здесь как бы гитара кал, но она тащится, типа, барабанами, звуком барабанов, звукорежиссёром вообще, в принципе. Басов. Пизда-то жирно звучит. Сам, ну, что я могу сказать про этот тракт, типа, ну, заебись, охуенный металл-риф, люблю такое, конечно. То есть, ну, это тупо, но я люблю такое, я знаю, как бы, чё, все мы любим. Блядь. Мне кажется, тут... Ой. Тут чё... А, я, кстати, понял, я мотнул, нихуя не поменялось через три минуты ещё. То есть, вот, блядь. Блядь, тут влияние, скорее, вот, какой-то, вот, как... Завозят, ну, бульдозер, пытаешься завести? Влияние, вот, чё-то такого присутствует. Завозят, да, вроде есть. Хотя бы это. Блядь. Хехехехех, сука, я... Блядь. Блин, это, сука, две ноты, и он, ну, это же, ну, просто пиздец какой-то, ну, бля, я не могу уже все. Я просто, я не могу всерьез вас принимать, я это выключить даже не могу, типа, у себя в голове. Просто, блядь, абстрагироваться. И, блядь, сука, они вот прям вот каждый раз вступают, типа, это сейчас будет сам вот прям супер эпичный момент, что вот сейчас вот нагнет, паузы. Барабаны, сука, блядь, одно и то же продолжают хуярить всю эту дорогу. Что вот сейчас вот начнется этот момент, вот это будет самое крутое, и начинается, блядь, хэнь, хэнь, и гитарист еще, блядь, сверху. Сука. По вайбу напоминает, типа, вот этот, блядь, анигилятор, анигилятор. Но по игре, сука, напоминает, я не знаю, сломанный вентилятор, блядь. То есть вот тоже, типа, идет какой-то такой тупой ритм всю песню. Тоже ритм довольно простой, тоже идет качаловка. Прямо, типа, вот этого, да-да-да-да. Должно было быть, блядь. Ну, блядь, хэнь, хэнь, хэнь. Просто. Сыграли, пацаны, называется. Другой вариант. Я объяснил, что общего я вижу между этими треками. И что я имел в виду под этим словом. Ну, структура, хорошо. Металл дрочильня почти под прямую бочку, чтобы качать башкой. Вот и про анигилятор это можно сказать, и про эту группу это тоже можно сказать. В которой идет один и тот же риф, типа, ну, ритм на барабанах. И вокруг одного и того же простого рифа все пляшет. Кстат. Бля, чем? Бля, их даже жанр объединяет. Анигилятор, трэш-грув. Эта штука тоже трэш-грув. Плюс просто здесь еще есть элементы индастриала. И этим они, типа, отличаются. То есть, это больше похоже на Рамштайн, чем, например, Анигилятор похож на Рамштайн. Хотя тоже похоже. Потому что, по сути, Рамштайн грувовый пиздец. Но при этом, ну, понятно, Рамштайн не грув металл. Потому что они электронично напихали, будь здоров. Ну, вот. Слышите бы вот прям вот. Индастриал металл. На Статик Икс, на Мэрилина Мэнсона, чем-то даже, типа, похоже, да? Про этот трек не сказать, что он вообще чем-то Мэрилина Мэнсона напоминает. То есть, в этом разница. Но вообще сходство очень большое. Вот. Но все же важнейшая разница. Короче, я просто к чему говорю. Нравится этот трек, лучше Анигилятора, типа, послушать. Потому что то же самое, но еще и сыграно хорошо. Вот. Ну, типа, я бы вот что предложил. Спасибо.